Иностранные кибершпионы могли повлиять на результаты референдума по Брекзиту. К таким выводам пришла спецкомиссия британского парламента, которая расследовала сбои в работе сайта регистрации. Откуда пришла армия ботов, разбиралась наш Сапкор в Лондоне, Оксана Кундеренко. Еще одна кибератака и еще одна подтасовка голосования. Незадолго до исторического референдума по Брекзиту сайт британского центра избиркома рухнул. Избиратели не смогли зарегистрироваться буквально перед самим плебисцитом. Слишком много желающих сайт не выдержал нагрузки, оправдывались тогда в центре избиркома. Но оказалось все гораздо сложнее. Спецрасследование парламентской группы показало, что на север совершили ДОС-атаку. Причем при помощи бот-сети. Это целая армия зомби-компьютеров, способных привести к отказу системы. Тогдашнему премьеру Кэмерону пришлось срочно продлевать срок регистрации для тех, кто хотел высказаться на референдуме. Угрозы от других государств поступают со всех фронтов. Для жизненно важных национальных систем, для экономики через коммерческий шпионаж. Мы согласны, что хакеры иногда достигают успеха и надо быть к этому готовы. В новом центре кибербезопасности, которым даже перед королевой хвастаются, убеждают, что активно пытаются предотвратить подобные инциденты. А в этом конкретном случае угадывается почерк России или Китая, считают депутаты. Эти страны не впервые при помощи электронных систем пытаются повлиять на внутренние процессы в других государствах. Американцы из-за кибератак во время выборов даже выслали российских дипломатов из страны. В Британии пока не спешат открыто кого-либо обвинять, но усиливают онлайн-системы защиты, чтобы избежать подобных сбоев в будущем. Оксана Кунгеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер.